Здравствуйте дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете новости на канале ИТОН ТВ. Все самые главные и важные события дня в Израиле и мире, в одной программе прямо сейчас на нашем канале. Сегодня 21 октября, понедельник, 381 день войны в Израиле. И это главные новости на канале ИТОН ТВ. Сегодня в новостях. Девушка, выжившая в резне на фестивале НОВА, покончила с собой. Удар по Ирану состоится уже на этой неделе. Эксперт предсказал, что победа Камалы Харрис на выборах обернется серьезными проблемами для Израиля. Президент Сирии Башар Асад не хочет войны с Израилем. Сахал уничтожает финансовую структуру Хизбаллы в Бейруте. Американская система ПВО ТЭД заступила на боевое дежурство в Израиле. В секторе Газа погиб командир 401 бронетанковой бригады. Бывший гендиректор Сода Стрим получил десятки сообщений на арабском языке о местонахождении заложников. В Беларуси запретили русские народные сказки, сказки Пушкина и букварь, изданные в Москве. Друзья, служба новостей канала ИТОН ТВ напоминает вам, что нужно ставить лайки, писать комментарии и подписываться на наш канал. Это нужно для того, чтобы правильные новости увидело как можно больше людей. Шираль Галан, выжившая в резне на фестивале нова 7 октября, покончила с собой в свой 22 день рождения. 20 октября родные нашли ее бездыханной во дворе ее дома в Машаве парад. Шираль была старшей дочерью в семье. У нее остались родители и четверо братьев и сестер. Родные замечали у Шираль симптомы посттравматического расстройства и старались глаз с нее не спускать. Ранее у девушки развелась депрессия и ее дважды госпитализировали. Брат погибший резко раскритиковал правительство за отсутствие помощи выжившим. Вчера 20 октября израильский источник сообщил новостной службе КАН, что Израиль готовится к очень существенному удару по Ирану. Также вчера вечером на базе Минобороны Кирия прошло заседание военно-политического кабинета министров. Вполне вероятно, что на этом заседании премьер-министр Бениамин Нетаньягу и министр обороны Яавгаланд были уполномочены принять окончательное решение о том, когда именно Израиль атакует Иран. Не исключено, что это произойдет на текущей неделе. В Израиле понимают, что Иран не сможет не ответить на планируемый удар. Поэтому проводится специальная подготовка и в плане обороны. Укрепление сил ПВО американской батареи – один из шагов в рамках этой подготовки. Президент США Джо Байден в минувшую пятницу сказал, что ему известно, когда и как Израиль предпримет ответные меры против Ирана. Но с тех пор произошло одно неприятное событие, которое, возможно, заставило Израиль скорректировать планы и сроки атаки. В сеть утекли американские военные документы о подготовке Израиля к нападению на Иран. Американский политический эксперт Джонатан Коэн в интервью газете Washington Observer заявил, что в случае победы Камалы Харрис на предстоящих президентских выборах, Израиль может столкнуться с серьезными проблемами в отношениях с США. По мнению Коэна, администрация Харрис будет придерживаться более жесткой политики по отношению к Израилю, что может включать сокращение поставок вооружений, а в крайнем случае – введение эмбарго. Эксперт также отметил, что Харрис может пересмотреть позицию США по израильским вопросам в Организации объединенных наций. Он подчеркнул, что вероятность отмены традиционного американского вета на резолюции против Израиля станет реальной. Это может привести к значительным дипломатическим осложнениям для Израиля на международной арене. Хоэн предостерег, что победа Харрис будет означать значительное ослабление традиционной поддержки Израиля со стороны США и может кардинально изменить стратегическое партнерство двух стран. Президент Сирии Башар Асад направил Ирану и Хизбалле послание о том, что он не хочет, чтобы они втягивали Сирию в войну с Израилем. Асад также предупредил Иран и Хизбаллу, что постоянные израильские атаки на иранские объекты и объекты Хизбаллы в глубине Сирии могут пошатнуть его власть. А без него у оси Иран, Сирия, Хизбалла не будет стратегической глубины. Обозреватели телеканала отмечают, что Башар Асад пытается в нынешнем конфликте проскользнуть между каплями, и его приверженность иранской оси находится под сомнением. Быть втянутым в многостороннюю кампанию против Израиля Асад явно не хочет. Еще до устранения Хасана насралы сирийские государственные телеканалы прекратили трансляцию выступлений лидера Хизбаллы. В настоящее время Асад молча терпит израильские атаки на конвой Хизбаллы с оружием на территории Сирии. Друзья, хотим вам напомнить, что нужно ставить лайки, писать комментарии и подписываться на наш канал. Это нужно для того, чтобы правильные новости увидело как можно больше людей. Ночью Израиль нанес серию авиаударов по отделениям банка Хизбаллы, Аль-Карта-Аль-Хасан. Перед этим спикер Цахал на арабском языке призвал ливанских граждан держаться подальше от филиалов Аль-Карта-Аль-Хасан. В итоге граждане начали массово покидать Дахию. В городе Баальбек из-за близости к отделению Аль-Карта-Аль-Хасан была эвакуирована больница. Аль-Карта-Аль-Хасан – это не совсем банк. Это финансовое учреждение без банковской лицензии, которым напрямую управляет Хизбалла. Оно было основано в 1982 году. За прошедшие десятилетия Аль-Карта-Аль-Хасан выросла в крупную организацию с множеством филиалов по всему Ливану. Аль-Карта-Аль-Хасан обслуживает в первую очередь боевиков Хизбаллы. Через эту ассоциацию Хизбалла управляет своими финансами, наличными и золотом. Через нее же платятся зарплаты боевикам и финансируется террористическая деятельность. По этой причине банк отключен от международных платежных и банковских систем. Американская система ПВО ТЭД полностью развернута в Израиле. Вчера она заступила на боевое дежурство. Об этом сообщили вечером два израильских чиновника. Вступление системы в строй, помимо прочего, приближает момент израильской атаки по Ирану. За последнюю неделю более 20 американских транспортных самолетов доставили и выгрузили тонны оборудования для батарей ТЭД на базах ВВС в Израиле. Они перевезли грузовики с пусковыми установками, радары, ракеты-перехватчики и другие детали системы. Прибыл также обслуживающий персонал, сотни американских солдат, отвечающих за эксплуатацию системы. Батарея будет работать во взаимодействии с ВВС Израиле и другими средствами ПВО. Полковник Эхсан Дакса, командир бронетанковой бригады при 162-й дивизии, погиб в бою на севере сектора Газа. В том же бою тяжелое ранение получил офицер 52-го батальона. Эхсан Дакса вступил в должность командира 401-й бригады в июне 2024 года. До этого он командовал бригадой Галани. Дакса – герой Второй Ливанской войны. Он был отмечен наградой за бой в деревне Айта-Аш-Шааб. Капитан Дакса тогда был командиром роты, потом командовал бронетанковым соединением, приданным десантной бригаде. Вечная память павшим героям Израиля. Бывший генеральный директор компании SodaStream Даниэль Бринбаум, пообещавший так называемым «хорошим людям» из сектора Газы крупное денежное вознаграждение за помощь в освобождении похищенных, сообщил, что получил десятки сообщений на арабском языке, некоторые из которых, возможно, не сфабрикованы. Своё решение Даниэль Бринбаум объяснил тем, что после ликвидации Яхи и Синуара он хотел помочь освобождению заложников, поэтому предложил награду в 100 тысяч долларов наличными или в биткоинах за каждого похищенного израильтянина. Предложение было действительно в течение суток. На указанный предпринимателем телефон поступило несколько десятков сообщений на арабском языке, некоторые из них безусловно сфабрикованы, но некоторые проходят проверку службами безопасности. Гастандарт снял с прилавка в Беларуси несколько книг, изданных в Москве. Это букварь, русские народные сказки и сказки торговой марки Умка. Как сообщают в ведомстве, продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза о безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков по безопасности издательской книжной и журнальной продукции. Но скрытая причина такого недружественного шага. По мнению белорусских аналитиков, возможно в том, что власти Беларуси опасаются, что эти книги являются инструментом скрытого влияния России. Через народные сказки и произведения Пушкина может вестись завуалированная идеологическая пропаганда, направленная на укрепление русской культурной идентичности в молодом поколении белорусов. В таких произведениях, якобы, могут скрываться коды и символы, укрепляющие пророссийские настроения и поощряющие интеграцию Беларуси в русский мир. Это были главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Служба новостей канала ИТОН ТВ просит вас ставить лайки под нашими видео, писать комментарии и подписываться на наш канал. Это нужно для того, чтобы правильные новости увидело как можно больше. Это были главные новости дня на канале ИТОН ТВ. Чтобы не пропустить главные новости дня, подписывайтесь на наш канал.